не ну я точно знаю что в этой квартире что то есть ну прям вот что то должно быть потому что ну не может же кошка постоянно смотреть в одну точку просто так это реально страшно как я помню с короткометражек камера всегда видят всякую потустороннюю дичь а поэтому мы постараемся всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко они коротком с вами кин и собирайте вещи мы переезжаем в один очень-очень мрачный дом после смерти матери переезжает одна очень-очень немецкая семья грундман но переезжая семья и не подозревает что дом этот хранит себе множество страшных тайн и загадок захороненных в его стенах и все его жильцы сами того не подозревая подпитывают затаившееся зло кошмары страшные звуки и бессонница это меньше из проблем с которым предстоит столкнуться главным героем но что еще таит этот дом своих бетонных стенах вы узнаете в сериале жить признаюсь честно я не ожидал что под конец года я снова наткнусь на проект так впечатливший меня при том что не постер не трейлер вообще не вызывали желание его смотреть который раз убеждаюсь что чем меньше меня привлекает обложка сериала тем больше мне нравится его содержимое ну или наоборот как в случае с землей монстров вообще прочитав описание которое гласит что 16-летний юрий после смерти матери переезжает в обветшалый жилищный комплекс на краю города вместе с отцом пока его папа пытается обустроить новую жизнь юрий узнает что в здании есть призраки прежних обитателей сильно пострадавших при жизни прочитав это я думал что меня будут ждать очередные призраки дома на холме ничего против этого проекта я не имею но мне он как-то не особо зашел но если с чем-то и сравнивать этот сериал то я бы сравнил его с тьмой да да я знаю я уже второй сериал подряд сравниваю с тьмой но ничего не могу с этим поделать потому что при просмотре жить возникает именно это ощущение но если криптид который я также сравнивал до этого это более облегченная яркая версия тьмы назовем ее младшим братом то жить у нас брат близнец тьмы направлены в сторону ужасов они науки но не ждите ужасов привычном понимании сериал не будет закидывать вас тонны бесячих скримеров он действует иначе и затягивает свои холодной гнетущей атмосферой мне кажется настолько холодной что если поставить рядом молоко то спустя серию получится мороженка атмосфера сериала особенно если смотреть ночью и погрузиться в него целиком действительно затягивает настолько что можно почувствовать холод коридоров этого дома на руку такой атмосфере играет и отсутствие контрастов то и здесь нет такого что с главным героем происходит что-то жуткое потом легкое веселое снова жуткая здесь жуткие моменты сменяют тоскливо депрессивные снова жуткие сериал больше ни на что не отвлекается это же можно сказать и про локации это всегда бетонная высотка внутри снаружи но всегда она единственный раз когда локация меняется это когда действие переносится в местную больницу и даже в этой больнице атмосфера такая же холодная есть еще школа куда ходит главный герой но нам ее не показывают также с тьмой жить роднит загадочность и интрига о вот чего-чего а интриги загадок в сериале хоть попой кушай я же говорил я же говорил только если во тьме по большей части нам гипер научным языком все объясняется но тут на какие-то вопросы будут даны ответы но в особенности в конце сидите братцы и сами думайте и гадайте нет концовка мне понравилось как по мне она очень шикарная но она не дает прямого ответа так что приходится сидеть и только предполагать что означает увиденное и чтоб сейчас не спойлерить в самом конце видео я расскажу вам свои предположения ну а пока что о персонажах практически каждый из персонажей имеет свои личные черты характера проявляющиеся даже в каких-то мелочах и сразу не получится понять кто есть хороший а кто не очень ярых ненавистников сразу предупрежу сериале есть лгбт но немного то есть есть пара не очень откровенных сцен которые не особо то влияют на сюжет как по мне можно было обойтись и без них но их наличие картины не портит что же касательно социального комментария в целом то весь этот сериал это один сплошной комментарий показывающий нам что помимо показываемых в кино привычных нам хороших семей и уютных домиков есть и обратная сторона на которой живут или даже выживают люди ну и на этом подведем итог жить это сериал замуровавший жизнь людей загадки и страшные тайны в бетонных стенах пропитанный холодной атмосферой депрессии отчаяния интриги сериал познакомит с новым злом протащив вас по всем возможным закоулкам мистического строения и донесет одну простую но в то же время прекрасную мысль что если в прогнившем обществе появится хоть одна светлая душа то все может измениться вообще я очень удивлен нет я охренеть как удивлен что этот сериал вышел так незаметно хотя как я уже говорил возможно людей отпугнули трейлер и постер проекта почему-то глядя на них я ожидал чего-то совсем другого чего-то более скучного что ли но теперь посмотрев тот сериал я не жалею ни одной потраченной на него минуты но на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то подпишитесь на канал и поставьте лайк иначе страшный дом заберет вас но в описании для вас я оставлю ссылку на просмотр сериала а также ссылки для вашей поддержки канала и ссылки на мой инстаграм и группу vk в которой мы иногда вместе что-нибудь смотрим также если захотите поддержать проект то в этой группе вы можете приобрести прикольные стикеры ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока и отправляемся в зону спойлеров и так друзья я повторюсь еще раз сейчас будут спойлеры касательно сериала и если не хотите их знать то выключайте видео буквально перед началом съемки видео я написал в instagram режиссеру сериала томасу штуберу и да не спорю поначалу я подумал что его страница фейк так как мне казалось что у медийной личности должно быть больше подписчиков но потом под его фотографиями я заметил комментарии актеров сериала а поэтому я все-таки склонен полагать что это настоящая страница режиссера и мне ответил он сам в общем я написал ему свое предположение и он его подтвердил за всей чертовщины в доме стоят пришельцы детали у режиссера я не уточняла поэтому их пришлось додумывать самому и вот несколько факторов указывающих на внеземную цивилизацию для начала гигантский органический глаз контролирующий жильцов да это мог бы быть какой-нибудь новый вид монстров но нам не раз за сериал показывают космос намекая на его происхождение да и к тому же общение при помощи телепатии мы тоже не раз видели фильмах про пришельцев ну а по всему дому разлита какая-то слизь которую также можно было наблюдать в других проектах связанных с инопланетянами юрий же по окончанию куда-то затягивает и это вот очень похоже на свет поднимающий людей на корабль но отец юрий в конце смотрит куда-то наверх возможно просто на дом где остался его сын а возможно и на небо хотя возможно и сам дом это корабль и когда по его подъездом бегает молодая версия дениса это лишь проекция созданная на основе памяти взрослой версии вот в принципе вся моя теория которая я надеюсь была подтверждена настоящим режиссером сериала ну а на этом у нас все увидимся в следующей серии и еще раз пока здесь лифт это коридор а тут мы нас нет на карте